В этом видео я напомню о важной актуальной теме, а именно о роли оценки состояния уровня здоровья семян. Здоровые семена – это основа высокого урожая. В семенах заложена генетическая программа развития растений. Давайте вместе, чуть-чуть глубже погрузимся в мир семян, их защиты и обеспечения здоровья для устойчивого развития вашего хозяйства. Начнем с главного вопроса. В каком случае необходимо проводить фитоэкспертизу семян? И я отвечу – фитоэкспертизу семян нужно проводить всегда, особенно после длительного хранения семян в зимний период. Агроном обязан знать тот материал, с которым он работает. И даже норму высева семян невозможно установить, если неизвестна их лабораторная всхожесть, неясно сколько проростков погибнет в результате семенной инфекции. Фитосанитарное состояние посевов во многом зависит от качества семенного материала, а поскольку семена – это фундамент будущего урожая, они требуют особого внимания. Известно, что с семенами передается около 30% возбудителей болезней. Поэтому крайне важно знать, чем могут болеть семена, которые мы хотим использовать для посева, и как с этими болезнями бороться. Народная мудрость гласит – тот, кто предвидит проблему, уже наполовину решает ее. Именно здесь фитоэкспертиза семян выходит на передний план. Итак, главная цель фитоэкспертизы – определить в лабораторных условиях количественный и качественный состав патогенов, передающихся с посевным материалом, а также всхожесть семян, которая может различаться в зависимости от степени инфицирования и в большинстве случаев основные патогены, которые находятся на семенах – это альтернария, кладоспорий, фузарий, бактерий, мукор, пеницилл, аспергил и различные виды головневых заболеваний. Могут попасться также и другие, не менее важные. Рассмотрим подробно одни из самых распространенных. Альтернарии – самые распространенные виды на колоссовых могут достигать 100% распространения в образце. Контролируется большинством химических препаратов. Для защиты семян семена, пораженные альтернариозом, физиологически недоразвиты, имеют низкую энергию прорастания и всхозность. При сильном и раннем поражении альтернария может вызывать так называемый черный зародыш, что уже серьезнее. Такие семена, как правило, не всхожи. Мукор, пеницилл, аспергилл – обычные грибы, с порой которых вы вдыхаете прямо сейчас. Они не являются решающим показателем при выборе препарата, но сапропрофные плесневые грибы составляют поверхностную микрофлору семян. Споры плесневых грибов сохраняются в зернохранилищах при неправильном хранении. Они могут вызвать массовое заражение зерна и существенно снизить пассивные качества семян. Бактерии, как правило, встречаются редко – около 5%. Пораженные зерновки ослизняются и не дают проростков. Доказать патогенность бактериоза – это уже задача другого порядка, так как подобные симптомы могут быть вызваны не патогенными бактериями на семенах, а различного рода микротрещинами в зависимости от погодных условий перед уборкой и конкретных настройках комбайна во время уборки. Применять что-то специальное для контроля бактериозов бессмысленно, но есть четкая тенденция – чем больше фузариума, тем больше бактерий в образце. А вот фузарий – самый опасный из всех, кого можно найти на семенах. При поражении болезней более 5% справится далеко не любой препарат. При высокой степени поражения необходимо использовать специализированные препараты. Инфицированность семян фузариозными грибами зависит от погодных условий в период цветения и формирования зерна, а также устойчивости сорта. В отдельные годы инфекция может достигать 15-20% и даже более. Возбудители фузариозной геминтоспориозной инфекции имеют богатый ферментативный аппарат, который обеспечивает широчайшую амплитуду приспособленности и способности существовать в достаточно разнообразных условиях. Они одинаково успешно сохраняются как на семенном материале, так и в почве, вызывая различного рода корневые гнили. А как вы знаете, ни один фолиарный фунгицидный препарат не контролирует развитие корневых гнилей. Их развитие можно предотвратить только лишь обработкой семян. Головневые болезни. Семенами зерновых культур распространяются большинство возбудителей головневых болезней. В виде телеоспор на поверхности семян сохраняются возбудители карликовой и твердой головни. С ними, как правило, не возникает проблем при диагностике. А вот с возбудителем пыли головни могут возникнуть сложности. Поскольку возбудитель заболевания находится в виде мицелия внутри верновки. Здесь необходим более сложный и совершенный, а самое главное высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики. На основании фитоэкспертизы семян принимают решение необходимости обработки семян. А на основании токсономического состава патогенов подбирают наиболее эффективный препарат для защиты. В любом из случаях, когда вы получаете протокол, смотрите данные по патогенам и на рекомендации экспертов. Помните, что используя современные препараты для предпоседанной обработки семян, можно получить здоровые всходы растений даже при относительно высоком уровне инфекции. Правильно примененный препарат уничтожит поверхностную и внутреннюю инфекцию, защитит проростки от почвенных патогенов в ранний период их развития. Помните, что забота о семенах это забота о будущем. Институт защиты семян предоставляет целый ряд различных исследований, таких как базовая фитоэкспертиза семян, включающая в себя данные по энергии, всхожести, оценки возбудителей на семенах, ПЦР-тест на пыльную головню. Это уже специализированный сервис по выявлению возбудителей пыльной головни методом полимеразоцепной реакции. Он особенно актуален для производителей ярового ячменя и пшеницы. Этот метод высокоточный, он позволяет не просто определить наличие патогена, а именно процент зараженности семян в партии. Данный метод является единственным достоверным в России. Фэскалибр, о котором я очень подробно рассказывал в прошлом ролике. Сервис позволяет понять количество и качество фракционного состава семенного материала, рекомендовать наиболее рациональные режимы сортирования отдельных партий. СПРО, который предоставляется на все бобовые культуры, позволяет установить степень, а самое главное природу возникновения травм, основные показатели качества семян, а также оценить наличие возбудителей заболеваний на семенах с подробным заключением по результатам исследований. Для более расширенной оценки качества семян бобовых культур, я рекомендую использовать его совместно с сервисом Фэскалибр. Иногда одной лишь фитоэкспертизы семян бывает недостаточно. И еще имеет большой смысл проводить микологический анализ почвы на наличие различных инфекций. В этом поможет фитоэкспертиза почвы. Но это уже другая тема и сервис от Сингенты, который я раскрою немного позже в выпусках, посвященных тематике здоровья почв. Благодарю вас за внимание. Если я смог заинтересовать вас, вы досмотрели это видео до конца и осознали важность фитоэкспертизы для заботы о вашем урожае, знайте, что вы можете получить сервисы, покупая препараты Сингента. Для этого обращайтесь к менеджерам, работающим с вашим хозяйством, связывайтесь через наших дистрибьюторов или звоните на горячую линию нашей компании. До встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok